Всем привет! Сравнение смартфонов Nokia 5 и Apple iPhone 5s. Давайте поговорим о стоимости устройств. Nokia 5 мы можем приобрести за 6000 гривен, это примерно 240 долларов. iPhone 5s мы покупаем чуть дороже, тоже новое устройство, примерно за 260 долларов. 250-260 в среднем. О внешнем виде начнем с Nokia 5. Это цельнометаллический корпус, на задней части находится камера LED-спышка, на передней части 5,2 дюйма дисплей, 3 сенсорные кнопки для управления, а также центральная кнопка служит датчиком отпечатка пальцев. Над экраном фронтальная камера, разговорный динамик, логотип компании. Слева слот для двух нано-сим-карточек и microSD-карточки для расширения памяти. Справа кнопка включения и кнопки регулировки громкости. Сверху джек для наушников. Снизу порт microUSB, динамик и микрофон. Теперь поговорим о iPhone 5s. Это также цельнометаллический корпус. На задней части находится камера LED-спышка. Спереди 4-дюймовый дисплей, видите, очень большая разница в дисплее в диагонали. Одна-единственная механическая кнопка для управления, которая также служит датчиком отпечатка пальцев. Над экраном фронтальная камера, датчики приближения освещения и разговорный динамик. Слева кнопки регулировки громкости и ползунок для перехода в беззвучный режим. Справа слот для nano7-карточки. Сверху кнопка управления, кнопка для включения и выключения устройства. Снизу коннектор lighting, микрофон, динамик и джек для наушников. Теперь сравним устройства по габаритам. Вот так вот они соотносятся. Намного габаритней Nokia. Ну, оно и понятно, потому что устройство намного больше диагональ дисплея. По ширине где-то полтора сантиметра, по высоте сантиметра три. И вот толщина, вот так вот. Примерно они одинаковы по толщине. Включим устройство. Сделаем это одновременно. Включается. И ждем пока включится. Скажу пару слов о комплектации. В комплектациях у устройств идет зарядка, lighting, коннектор microUSB, соответственно, у Nokia microUSB. Тут lighting у iPhone, адаптеры питания, скрепки и наушники. Что тут, что тут, тут наушники. У iPhone они чуть получше будут. Ну и если брать их стоимость, покупать отдельно, то они будут и дороже. Ждем пока включается. Nokia включилась. Ну, примерно одинаково они включились. Может именно вот код для разблокировки устройства появился чуть раньше на iPhone. И в общем, если его быстрее вывел, возможно, чуть быстрее включился. Но это доли секунды. Они включились примерно одинаково. Интересно. Что ж, теперь перейдем в настройки. Основные. Об этом устройстве. Сейчас установлена версия на iPhone 5S 10.2. На Nokia 5 установлена операционная система Android версии 7.1.1. Переходим на главное меню. Пока говорим о экранах. Начнем с Nokia. Здесь IPS-экран. 5.2 дюйма. Разрешение HD. То есть 1280 на 720 точек. Защитное стекло. Corning Gorilla Glass. iPhone 5S это ретинный дисплей. Также IPS. С разрешением 640 на 1136 пикселей. Ну, в общем, экраны хорошие. У обеих устройств. Сейчас посмотрю. Яркость максимальная. И тут яркость максимальная. Так, закрываем это дело. И теперь перейдем к сравнению в синтетическом тесте Antutu Benchmark. Посмотрим на результаты. Это тесты для разных операционных систем, поэтому их результаты нельзя сравнивать. Я так просто показываю для справки, чтобы вы видели, какие устройства набирают результаты в своих тестах. 45 396 баллов Antutu набирает Nokia и 61 тысячу iPhone 5S. Теперь откроем браузеры. Safari и Google Chrome. Ну вот, открывается Nokia.com. Давайте. И на iPhone мы откроем Nokia.com. Вот, один и тот же сайт. Только. Вот, отлично. Все. Один и тот же сайт. Перешли в раздел телефона. Ну, в общем, работает быстро. Что там, что там. Зуминг на iPhone чуть получше. Наверное, будет как-то вот лучше откликается на... Хотя. Да, что там, что там хорошо. В принципе, одинаково. По скорости работаем. Открою вам одновременно. Nokia чуть быстрее загрузила этот сайт. Перейдем назад. Тут iPhone был чуть быстрее, но примерно одинаково. Еще раз на вот эту вот ссылку. Тут примерно одинаково. Да, было. Еще раз назад. iPhone возвращает моментально. Грузят они примерно одинаково. Теперь перейдем на сайт Apple.com Одновременно открываем. iPhone загрузил. И Nokia на секунду позже где-то. Откроем эту ссылку. Видите, где-то разница... Где-то будет быстрее Nokia. Вот как мы видели сразу. А вот где-то будет быстрее iPhone. Ну, в целом они работают примерно одинаково в интернете. Но, наверное, чаще будет быстрее iPhone 5s. Но незначительно. Там буквально на доли секунды. Максимум на секунду. В общем, разницы такой уж большой, очевидной в работе интернета нет. Теперь откроем тяжелую игрушку GTA San Andreas. Откроем ее одновременно. И запускаем на графике по умолчанию. Как я понимаю, не помню, какая графика сейчас настроена на Nokia. Сейчас мы посмотрим. На iPhone графика не регулируется, поэтому там будет... Какой-то определенный уровень, который мы никак не сможем поправить. Давайте посмотрим на уровень графики. Стоит максимальный. На максимальном работает не очень хорошо. На среднем уровне. На уровне по умолчанию работает идеально. Идеально. GTA San Andreas. На Nokia 5. Ну, в общем, видите, что графика не очень, конечно. Это не высокий и не максимальный уровень. Но игра работает идеально. Без глюков, лаков. И, в общем-то, нормально. На iPhone 5s графика чуть получше. Сейчас будем смотреть, как по плавности. По плавности тоже идеально. На iPhone игра работает чуть получше за счет лучшей графики. А по плавности одинаково. Ну, и такая ситуация будет, наверное, почти во всех играх. На iPhone игра будет работать лучше. Или за счет плавности, или за счет лучшей графики. Закрываем эти открытые программы. И теперь сравнение камер устройств. 8 Мп камера у iPhone 5s против 13 Мп камеры у Nokia 5. И сейчас я покажу вам примеры снимков на эти камеры. Выведу их на основной экран. И вы сможете оценить их качество в сравнении. Выведу их на экран. На этом все. Спасибо, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на канал Максим Мобайл. Комментируйте, ставьте лайки. И ждите новых видео. Пока.